Дорогие друзья, мы читаем очередную лекцию, 72-ю, по истории России. Сегодня 14 марта 2024 года. Дорогие друзья, эта лекция посвящена русскому обществу в тот самый волнующий период между смертью, убийством Александра II и назначением графа Толстого, Дмитрия Андреевича Толстого, министром внутренних дел и полным прекращением реформ. Вот этот год, или там год и три месяца, которые прошли между этими двумя событиями, это период глубоких волнений в русском обществе. Само по себе убийство императора – это уже, конечно, потрясающий факт, который вызвал, как я уже не раз говорил, невероятный резонанс. Для огромного количества русских людей, для подавляющего их большинства, идея абсолютизма была глубоко внедрена в сознание. Пусть и думали многие о какой-то конституции, о некоторых изменениях, но убийство царя – это было такое тяжкое потрясение. Тяжкое потрясение, может быть, в какой-то степени ощущение, что теперь всё покатится, теперь всё рухнет. Как вы помните, манифест 29 апреля попытался это остановить, Александр III твёрдо сказал, что самодержавие будет сохранено. Одни это восприняли с радостью, многие это восприняли как трагедию, как остановку великих реформ, как остановку движения России в сторону современного, демократического, самоуправляющегося общества. И вот в этой лекции мы сегодня будем говорить о различных проявлениях этих новых тенденций. К сожалению, одним из весьма ярких проявлений новой тенденции были еврейские погромы. Это первые еврейские погромы, сколь мне известно, такие массовые в истории России, последнего, там, 19 века, я не говорю о более раннем времени. Эти погромы были напрямую связаны с убийством императора, потому что по югу России, то есть по тем местам, где как раз жило много евреев, поползли слухи, что это евреи убили русского царя. Понятно, что эти слухи распускались, и мы сейчас будем говорить, кем они распускались, но в любом случае они нашли благодатную почву. И вот когда мы говорим о первых еврейских погромах в 19 веке, именно народных погромах, не инициированных властью каких-то утеснений евреев, а именно идущие снизу погромы, то мы должны с вами понимать, что вот это и есть освобождение общества. Освобождение общества, к сожалению, расковывает не только добрые силы, но и злые силы. Общество равно само себе, в нём есть и хорошее, и плохое. Думать, как думали народники, что народ – это какой-то такой добрый богатырь, который просто связан с злобным абсолютизмом, дворянством, высшими сословиями, в высшей степени наивно. Богатырь-то богатырь, или, как, помните, говорил Маклаков Ахеронт, но совсем не обязательно добрый. Злого в нём подчас больше, чем доброго. И это речь идёт о любом народе. Мы сейчас, в 21 веке, это тоже видим на примере той же русско-украинской войны, на примере нападения Хамас на Израиль и ответа Израиля о Хамас. Мы видим, насколько народы сами по себе часто теряют голову и творят великие беззакония. Ну, что уж говорить о сегодняшнем времени. Вспомним и революцию, вспомним и нацизм, и фашизм, и то, что творили в Китае коммунисты. Так что народ, увы, это коллективное существо, которое имеет далеко не одни хорошие качества. И чтобы народ получил больше хороших качеств, чем плохих, нужно воспитание, нужен опыт, нужна нравственность. И всё равно будут прорывы в эту тёмную бездну. Вот так же произошло и в 1981 году, когда начались еврейские погромы. Они были неожиданны для всех, их не ожидали. При Александре II погромов не было. Евреи жили достаточно свободно в то время. И как-то, ну, наверное, были какие-то конфликты на частном уровне, но они доходили до массовости. А вот как раз с апреля 1981 года сначала в Елизаветграде и в его окрестностях, я напомню, что Елизаветград – это то, что в советское время был переименован город в Кировоград, а сейчас он называется в Украине Кропивницкий. Так вот, в Елизаветграде начались беспорядки, значит, 15-18 апреля 1981 года. По столам еврейская историография и вообще еврейская традиция назовёт эти погромы 1981 и отчасти 1982 года суфот банегеф – бури на юге. Уже с марта, уже сразу после практически убийства, правые газеты, в том числе и «Новое время» Каткова, намекали, что евреи стоят за убийством Александра II. К сожалению, латентный антисемитизм «свойственен русскому патриотизму». Непосредственно же перед погромами в Елизаветграде одесская газета «Новороссийский телеграф» и ряд ещё газет «Юга России» начали писать, что власть считает евреев виновниками этих страшных событий убийства царя, и что личности евреев и их имущества теперь вне закона, и на Пасху 1981 года будет разгромлено русское еврейство. Погромы начались, но прибыли войска и положили конец этим погромам довольно быстро, почти сразу же. Из Елизаветграда движение перекинулось в соседние селения. В большинстве случаев беспорядки ограничивались разгромом кабаков, шинков. В некоторых местах в разгроме участвовали и сельские власти. В одном местечке буйствовавшая толпа состояла преимущественно из железнодорожных рабочих. В Кишинёве погром, начавшийся 20 апреля, был подавлен в зародыше. Но в местечке Берёзовка, Ананьевского уезда Херсонской губернии, погром принял намного более серьёзные формы. Были разрушены все 159 домов, которые населяли еврейские семьи. Наиболее тяжёлые формы погром принял в Киеве. Он прошёл в Киеве 26-27 апреля. Было разгромлено более тысячи еврейских домов и магазинов. Несколько евреев было убито. Около 20 женщин изнасиловано. Официальное заявление в связи с этим погромом указывало, государственное заявление, нельзя не принять во внимание, однако, что меры к обузданию толпы не были приняты достаточно своевременно и энергично, что объясняет отчасти огромные размеры крайнего буйства толпы. В Конотопе, где погиб один еврей, евреи сплотились в целях самообороны 27-29 апреля 1981 года. Где-то, когда крестьяне поняли, что власти против них присылают войска и защищают евреев, и что все эти распускаемые слухи о том, что власти приветствуют избиение евреев, их ограбление, это всё ложь, газетная ложь. Опять же, мы видим, что пресса стала относительно свободной, и свободной далеко не только на добро, но часто и на ложь, и на зло. Это тоже факт. И после этого крестьяне, поняв, что они совершили противогосударственные поступки, они тут же старались возместить евреям все нанесённые им убытки. В местечке Смела, Киевской губернии, прошли тоже массовые ограбления, и был зарублен 80-летний еврей. В Полтавской губернии, сначала в Ромнах, 3 мая, зачем в четырёх других селениях, а почти два месяца спустя в Переиславле, куда бежали многие евреи из Киева, опасаясь об обновлении погрома, прошли новые погромы. Из Переиславля движение распространилось по соседним селениям, но власти уже были более готовы. В Борисове 12 июня солдаты стреляли в толпу крестьян и ремесленников нееврейских, а как раз громил погромщиков, и убили нескольких крестьян. Употребить оружие пришлось и в Нежине, где погром продолжался три дня с 20 по 22 июля 1981 года. 6 мая 1981 года Дмитрий Алексеевич Милютин в своём дневнике отмечает. С юга России продолжают приходить известия, тревожные, однородных буйствах и беспорядках. Успокоиться в одном месте начинается в другом. По многим признакам можно догадываться, что есть скрытая руководящая рука, которая мало-помалу может дать другое направление разнузданной массе. Это намёк на то, это же дневник, это рассуждение с самим собой, намёк на то, что евреи лишь средство, а дальше это рука, а это рука, скорее всего, тех же революционеров, как считает Милютин, который убили царя, а она может дать и прямой антигосударственный или антиэлитный направление погромов против помещиков, против богатых русских, украинских крестьян, против церкви и, в конечном счёте, против царя и против властей. Этим погромом занималась комиссия барона Горация Осиповича Гинзбурга. Горация Осипович Гинзбург – это интересный человек, один из лидеров русского еврейства. Его отец получил титул барона от гессенского великого герцога Людвига III. Сам он – действительный статский советник, купец первой гильдии, банкир и золотодобытчик, один из богатейших людей России, в том числе один из владельцев ленскими золотыми приисками, на которых уже в XX веке, вы помните, в XII году случились кровавые события. Он – депутат Санкт-Петербургской городской думы, председатель Центрального комитета еврейского колонизационного общества, то есть общества, которое помогает евреям переезжать в землю обетованную и на другие земли, где они хотят основать сельскохозяйственные поселения. Он же – к титул Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга. Так вот, барон Гинзбург, который весьма уважаем, он прожил до 909 года, его попросили составить комиссию, специально комиссию еврейскую, по изучению того, откуда эти погромы, как они могли произойти, ну и, соответственно, оценить ущерб, который эти погромы нанесли еврейскому обществу Юга России. И вот выводы его комиссии. Комиссия утверждает, что погромы явились результатом искусственно вызванного антиеврейского движения, до мельчайших деталей организованного и обставленного всеми нужными средствами для достижения задуманной цели. «Образовалось нечто вроде антиеврейского согласия, адептами которого сделались лица разных сословий, в том числе даже многие представители власти, как провинциальной, так и центральной. Негласный, но терпимый союз этот, несомненно, обладает и денежными средствами, без которых ничего нельзя было бы сделать». Я думаю, это важный вывод, и никто не усомнился в его правдивости. Это не какое-то стихийное недовольство мужиков и горожан за сильями евреев. Ну, может быть, недовольство какое-то у кого-то и было. В межнациональной, в межрисповедной среде всегда есть трения между общинами. Но, опять же, как это всегда и бывает, нашлись политические силы, которые эти стихийные трения, стихийные бытовые конфликты сумели организовать и направить. Если бы в России был бы абсолютно полностью режим, не было бы ни самоуправления, ни свободной прессы, ни каких-то уже свободных рыночных отношений, крестьян, то, скорее всего, ничего подобного бы не было. Не было бы и политики. Но, коли всё это уже было, была и политика. И вот эта политика, она проявилась таким отвратительным образом. В ответ на эти погромы торговый дом европейский, франко-британский, торговый дом и австрийский, торговый дом баронов Ротшильдов заявил, что он не прекращает покупку русских государственных бумаг. И курс русских ценных бумаг на европейских биржах резко упал. Это был ответ, что такие вещи не проходят безнаказанно. С другой стороны, члены исполнительного комитета народной воли, то есть того самого комитета, который убил царя, изготовили 30 августа 1981 года прокламацию, призывающую к разгрому евреев. Но она не получила распространения. Да и сама народная воля к тому времени уже была подорвана, её сила была подорвана. Действительно, некоторые народовольцы считали, что погромы приучают народ к революционным выступлениям. Это понимал и Милютин, когда сделал эту запись в дневник. Это прекрасно понимал и великий князь Владимир Александрович, который 4 мая 1981 года сказал барону Горацио Гинсбургу, что эти беспорядки, как теперь обнаружено правительством, имеют своим источником не возбуждение исключительно против евреев, а стремление к произведению смут вообще. Два дня спустя последовал циркуляр нового министра внутренних дел, графа Игнатьева, разъяснявший начальникам губерний взгляд правительства на внутреннее положение. В том числе, там этот циркуляр, о котором мы ещё будем говорить в другой лекции, он касался и антиеврейского движения, еврейских погромов. Движение против евреев, говорится в циркуляре, проявившееся в последние дни на юге, представило печальный пример того, как люди, преданные престолу и Отечеству, поддаваясь внушениям злонамеренных, разжигающих дурные страсти в народной массе, впадают в своеволие и самоуправство и действуют, сами того не понимая, согласно замыслам крамольников. Подобные нарушения порядка не только должны быть строго преследуемы, но и заботливо предупреждаемы, ибо первый долг правительства – охранять безопасность населения от всякого насилия и дикого самоуправства. Как вы видите, власти, ну, действительно, они призывали войска и полицию, и, в общем-то, они старались прекратить те погромы. Разговоры о том, что сама власть организовала погромы – это, кстати говоря, тоже с удовольствием распространяло народные воли, эти росказни, но они не соответствовали действительности. Ну, и действительно, если мы подумаем, ну, зачем власти в этой ситуации нужны были еврейские погромы, которые и расшатывали порядок, и лишали доходов, немалых доходов, которые торговые предприятия евреев давали казне. Зачем это им было надо? Поэтому кому это было надо? Действительно, это было надо революционерам. И, видимо, убежденный Игнатьевым, император Александр III 11 мая заявил еврейской депутации, которая явилась царю, была им принята в связи с погромами, что погромы – это дело рук анархистов. Вот такова была ситуация, но погромы прекратились. В 1982 году они очень в слабой форме прошли в Одессе, но уже без человеческих жертв и почти без потери имущества. В 1981 году погромы в Одессе были прекращены тем, что всех потенциальных громил посадили на барже и на несколько недель вывезли в открытое море, вода-то ещё холодная в мае месяце, чтобы они не могли продолжать свои действия, ну, и, соответственно, не были бы жертвой расстрелов со стороны полиции и войск. В общем, погромы были погашены, количество погибших было, слава тебе, Господи, не очень велико, но ущерб материально был весьма велик. 2 ноября 1981 года было оповещено об образовании губернских комиссий, которые должны были выяснить, какие вообще стороны экономической деятельности евреев имеют вредное влияние на быт коренного населения, и какие следовало бы принять меры законодательные и административные относительно тех родов экономической деятельности евреев, на которые будут сделаны в этом отношении указания комиссии. Эта декларация о создании комиссий интересна для нас в двух отношениях. С одной стороны, это, безусловно, веяние новое, что ни власть, ни бюрократия, ни Министерство внутренних дел, но губернские комиссии, то есть это земство, они должны сами исследовать причины еврейских погромов. Ни анархистов, это дело Министерства внутренних дел, выявить этот анархический след, этой комиссии сделать и не могут. Но почему было латентное недовольство евреями внееврейском населении вот этих южных губерний, и почему оно легко откликнулось на призыв к погромам? Вот, собственно говоря, для этого должна была собраться комиссия. Первое, мы видим, что речь идёт о том, что обращаются к обществу. Власть обращается к обществу, она призывает общество создать комиссии. Это, конечно, новая тенденция, тенденция великих реформ. Но риторика, она очень характерна, она очень искренняя и очень характерная. Дыма без огня не бывает. Если народ учинил погромы, погромы сами по себе вещи очень плохая, но, видимо, недовольство есть. Чем вызвано недовольство? Как это недовольство нееврейского населения Юга России снизить? Одновременно высшие местные власти были поставлены в известность. Дальше цитата. Подавив энергично бывшие беспорядки и самоуправство для ограждения евреев от насилий, правительство признаёт справедливым и неотложным принять не менее энергичные меры к устранению нынешних ненормальных условий, существующих между коренными жителями и евреями, для ограждения населения от той вредной деятельности евреев, которая, по местным сведениям, вызвала волнение. Вредная деятельность евреев. К сожалению, и граф Игнатьев, да и сам Александр Третий, и, конечно, Победоносцев, были людьми, не любящими евреев, они были антисемитами. Это печальная реальность, печальная реальность России, и поэтому и циркуляр 2 ноября 1981 года Министерства внутренних дел, он выдержан в тональности, которая показывает действительно такое двойственное отношение к евреям. Конечно же, власть, я думаю, даже и граф Игнатьев, и Победоносцев, и в голове не имели, что надо евреев уничтожить, истребить, изгнать из страны. Этого никто не думал. Все-таки люди были умные, они понимали, что это и невыгодно, кроме всего прочего. Ну и все-таки были люди в какой-то степени гуманные. Слухи, распространяемые до сих пор, и абсолютно ничем не подтвержденные, что Победоносцев говорил, что еврейский вопрос в России будет решен тем, что треть евреев вымрет, треть евреев уедет, а треть ассимилируется, это лишь распространенный анекдот, ничего подобного. По крайней мере, я много занимаюсь Победоносцевым, никогда не встречал среди того, что он говорил. Да, он не любил евреев, но ничего подобного он не говорил. Также и приписываемые Александру Третьему слова, ну что ж поделать, евреи должны страдать за то, что они убили Христа, это тоже, я думаю, не более чем анекдот, который стал какой-то такой пограничной исторической реальностью. Нигде нет документального факта, что это говорил царь, хотя в такое он мог сказать теоретически, но доказательств этому нет. Поэтому речь идет о том, что евреи терпимое, но чужеродное меньшинство. Вот то, чего никогда не было при Александре Втором, и чего не было при Александре Первом, и что при Николае Первом было пыталось поднять голову, и у Николая Первого был даже план выселения всех евреев в Сибирь, почти как у Иосифа Виссарионовича Сталина, и его, в общем-то, уговорили его собственные сановники такую, в том числе, кстати говоря, и автор известной формулы «Самодержавие, православие и народность», вот, уговорили этого не делать, то теперь это, в общем-то, стало реальностью, конечно, никого не выселяли, но иначе ограничивали в правах, чтобы не злить, как здесь говорят, коренное население. Вообще, понимаете ли, даже для Сергея Уварова, автора этой формулы, было бы дико делить подданных России на коренных и некоренных. Ну да, много веков назад евреи пришли в Польшу по приглашению польских королей из Испании, и в этом смысле они некоренные, но к тому моменту, когда земли восточной Польши были присоединены при Екатерине к Российской империи, и они, собственно, и составили ту черту осёдлости, где было много евреев, это было такое же коренное население этих губерний, как и польское, украинское, молдавское население этих же губерний. Оно было столь же коренным. Поэтому это разделение само по себе, в нём есть уже этот дух антисемитизма – коренные и некоренные, титульные и нетитульные, как потом в советское время и постсоветское называли народы. Всё это, конечно, очень некрасивые вещи. Но для нас, что очень существенно, сохранился конспект заседания по вопросу об ограничении прав евреев, который проходил в Совете министров Российской империи 20 апреля 1982 года. Этот конспект вёл бесценный наш источник – это Егор Абрамович Перец. Он государственный секретарь, и он действительно для будущего оставляет важнейшие свидетельства. Сейчас, когда дневники Егора Абрамовича опубликованы в России, мы можем судить о том, что происходит. Понятно, что Егор Абрамович этнически сам еврей. Выкрест, но еврей. Поэтому, конечно, судьба его единоплеменников ему близка. И в то же время он пишет в свой дневник, который он никому не даст читать. Эти тексты опубликованы большей частью только после последнего времени, после конца большевистского режима. Он пишет. «Нет сомнений, что у нас евреи составляют в некоторых частях государство тяжкое бремя, даже язву. Но вместо тщательного изучения вопроса и всестороннего его обсуждения, эти господа», речь от Победоносцева и Островского, Островский – это брат драматурга, вы помните, заместитель министра внутренних дел, «эти господа, в особенности же самый Гнатьев, признали возможным просто разрубить его. Тяп-ляп, корабль». То есть, они решили просто ограничить евреев в правах. «Учреждена была комиссия», дальше пишет Егор Абрамович, «под председательством товарища министра внутренних дел Дмитрия Валерьяновича Готовцева, составленной исключительно из юдафобов». Значит, комиссия представила проект временных правил, ограничивающих права евреев, и эти временные правила предлагает Совет у министров Игнатьев. В своей вступительной речи он сравнил евреев с пьявками, сосущими кровь честного трудящегося населения. Правда, знакомая риторика. Но в отличие от антисемитов будущих времён, Игнатьев встретил очень большое сопротивление в Совете министров. Новый министр финансов Бунге тут же заявил, принятие этих правил заставит евреев выселиться из России, как мавров из Испании. Государственный контролёр Дмитрий Мартыныч Сольский поддерживает Бунге. При еврейских погромах истребляется еврейское имущество в общей сложности на миллионы рублей, при которых и очень часто гибнут и сами евреи. И всё это совершается, говорит Сольский, если не с разрешения, то, по крайней мере, сведомо правительство, так как Министерство внутренних дел, заведующее и делами печати, и общую безопасностью, остаётся простым зрителям этих беспорядков. Сколько известно, не было дано ни одного предостережения за возбуждающие статьи против евреев, «Нового времени» и других журналов. Не было и никаких мер взыскания с полицейских чинов, допускающих еврейские погромы. Между тем, бездействие полиции бывает порой возмутительным. Тут вмешивается Игнатьев и говорит, мы тех полицмейстеров, которые допустили погромы, временно отстранили от управления и отправили их в их усадьбы на несколько месяцев. Это вызвало возмущение всего кабинет Совета Министров, потому что, понятно, это очень мягкие меры. И Сольский продолжает, «Евреи такие же русские подданные, как и все остальные, и власти правительственные обязаны охранять их от преступных посягательств на их жизнь и собственность. Нужно наказывать виновных чиновников и объявить во всеобщее сведение, что правительство не будет терпеть подобных беззаконий». Бывший министр финансов, а в то время председатель комитета министров Михаил Христофорович Рейтерн поддерживает эту же линию. Обратите внимание, что и Бунги, и Рейтерн – это немцы. Немцы на русской службе, и при этом убеждённые противники антисемитизма. «Правительственные власти бездействуют при виде явной травли евреев», – говорит Рейтерн. «Этого нельзя допускать. Нужно защищать всякого от всяких незаконных посягательств. Сегодня травят и грабят евреев. Завтра перейдут к так называемым кулакам, которые нравственно, суть те же евреи, только христианского православного вероисповедания. Потом может очередь дойти до купцов и помещиков. Одним словом, при подобном бездействии властей возможно ожидать в недалёком будущем развития самого ужасного социализма. Для предупреждения этого нужно решительно объявить, что правительство не будет допускать еврейских погромов, а напротив того строго наказывать как виновных в них, так и тех должностных лиц, которые будут бездействовать в случае подобных преступных посягательств. Игнатьев и его союзники, в том числе и Победоносцев, молчали. Сказать им тогда было нечего. Вернее, они не решились ничего возразить. Слишком очевидно, ещё старый, ещё сформированный в целом Александром Вторым круг высших государственных сановников развидел в антисемитизме и в этих антиеврейских выходках, погромах, дикость, дикость и преступления. И только придя к себе домой, вечером Игнатьев в кругу друзей назвал министров, которые заставили его изменить и резко ослабить вот это временное постановление о евреях. Они были приняты, но в резко ослабленной форме назвал их редакторами либерального петербургского ежедневного издания «Голос», осуждавшего погрома. Что же в итоге осталось в так называемых временных правилах или как они официально назывались о порядке приведения в действие правил о евреях? Потому что они были не как закон оформлены, не решились вообще оформлять как закон, а они были оформлены как временное постановление Министерства внутренних дел. В народе их называли и до сих пор называют историки «майские правила», потому что они были приняты в мае 1882 года, значит, в апреле было совещание, по-моему, 3 мая они были подписаны царём. Так вот, эти временные правила, вообще, как вы понимаете, в России нет ничего более вечного, чем временные правила. Эти временные правила, только устражаясь, ну, а временами уже в конце и немного ослабевая, они действовали вплоть до февральской революции и были отменены только после падения императорской власти, только после отречения Николая Второго. Так что, этот нормативный документ Комитета Министров Российской Империи присуществовал с 3 мая 1882 года до 3 марта 1917 года. Евреям в черте еврейской осёдлости запрещалось впредь селиться в сельской местности. То есть, если бы какой-то еврей захотел стать крестьянином, еврей имеется в виду иудей. Понятно, на выкрестов это вообще не распространялось, они евреями уже не считались. Значит, если какое-то лицо иудейского вероисповедания захотел бы стать крестьянином, он бы не смог это сделать. Второе, приобретать недвижимое имущество вне местечка городов и арендовать земельные угодья. Опять же, то есть, если какой-то еврей, даже сам не желая обрабатывать землю, но имея деньги, решил бы покупать земельные участки, но чтобы отдавать их арендаторам, он тоже не имел на это права. И, наконец, третье, запрещалось евреям торговать в воскресенье и в христианские праздники, потому что нееврейское население говорилось, что вот в празднике евреи спаивают народ, и вместо того, чтобы идти в церковь, люди идут в шинок. Понятно, евреи никого силком в шинок не загоняли, шинок был просто открыт, вот, но люди русские шли, видимо, по своей воле выпить водки и закусить. И чтобы этого соблазна не было, евреям запретили торговать в шинках и в магазинах в воскресные дни и в христианские праздники. Такой был результат этих еврейских погромов. Как вы видите, с одной стороны, государство всё-таки их быстро и решительно прекратило, но, с другой стороны, не были наказаны погромщики большей частью, кроме тех, кто погиб или был ранен во время разгона погромщиков. Но Совет Министров всё же настоял максимально смягчить эти антиеврейские требования графа Игнатьева. И основная часть Совета Министров оказалась людьми, настроенными не антисемитски, а настроенными на то, что все подданные Российской Империи, независимо от вероисповедания, они равны и должны быть равны перед законом и иметь равное право на защиту государства. Вторая тема, которая также проявилась после убийства Александра Второго, это изменение риторики земского конституционного движения. До 1 марта 1981 года, собственно говоря, земство, конечно, во многом было недовольно ограничением его прав, писали соответствующие письма, но все ждали, что наконец-то будет увенчание самоуправления в той или иной форме парламентом, будет принята конституция, и тогда эти проблемы разрешатся сами собой. То есть, если угодно, российское самоуправление, городские и земские союзы, они ждали увенчание, как это тогда называли, великих реформ. И созданный радикальный земский союз, который, подозревают, был создан вообще при участии полиции, именно как такая организация провоцирующая, он был создан в 79-м году в Москве земскими деятелями радикального толка, его потом учредительное собрание было создано за границей в австрийской Галиции, и там было принято постановление ближайшей задачи земства, все это было вот таким радикальным и очень маргинальным. Членов Земского союза было немного, и было всего около 30 человек земцев, радикалов, и они съехались в Харьков после убийства Александра Второго, и объявили дальше, чтобы не происходило таких преступлений, необходим созов двухпалатного парламента и принятие Конституции. Но на этот раз, после убийства Александра Второго, и особенно после того, как стало известно о вот этом развороте 8 марта 81 года, когда царь принял сторону Победоносцева, а не Ларис Меликова, уже более широкое земское движение, стало всё более решительно высказываться в пользу Конституции. Стали происходить собрания, принимались же адреса, выражающие соболезнования Александру Третьему в связи с гибелью отца, но в этих адресах было немало и пожеланий для будущего развития страны, а многое было сказано, но в адреса не вошло, потому что большинство это не поддержало, но всё же было сказано депутатами губернских и уездных земских собраний. Всё это, кстати говоря, аккуратно собрал такой земец Иван Петрович Белоконский в брошюру «Земство и Конституция», которая вышла в Москве в товариществе образования в 1910 году и которой этой брошюрой я пользовался. Итак, в Самарском губернском земском собрании гласные Нудатов и Жданов заявили, что нужен парламент, определяющий и распределяющий налоги. Собрание прошло как раз в тот же день 8 марта 1981 года, в тот же день, что и в Петербурге было заседание Совета Министров, на предложение дворянина Тинякова обсудить меры, которые бы предотвратили цареубийство в будущем, Нудатов на дворянском съезде Самарской губернии заявил, «Эту в высшей степени трудную задачу могут разрешить только свободно избранные представители всех сословий. Я уже стар, и на склоне дней моих я люблю свою Родину и желаю ей счастья и славы. Но ради блага Отечества, ради счастья детей наших говорю вам, что смута, вот уже два года терзающая русскую землю, может быть устранена только общими усилиями всех свободно избранных представителей народа. Только они могут обсудить меры, которые дали бы мир и спокойствие нашей несчастной Родины. Дальше в стенограмме написано «Раздался гром аплодисментов и крики «Верно! Правда!» Самарское дворянское собрание, это было дворянское даже собрание, а не земское, принимает постановление послать адрес с ходатайством о созыве избранных представителей народа государю. В Новогородском губернском земском собрании гласный Нечаев доказывал, что правительство должно слышать свободный голос русского народа. В Таврическом губернском собрании гласный Винберг только весь народ в лице его истинных представителей в состоянии указать на средства спасения России от бедствий, грозящих расшатать ее крепкий организм. Нам же остается только стремиться, чтобы голос народа был заслушан. В Тверское земское губернское собрание указывает в адресе по поводу событий 1 марта 81 года. В непосредственном единении земских людей и верховной власти русский царь и народ всегда приобретали могучую неодолимую силу. Как вы понимаете, непосредственное единение это конституционная монархия, это парламент и царь. Казанское собрание призывало к завершению великого дела обновления государства, начатого покойным государем. по поводу манифеста 29 апреля уже, манифеста о самодержавных основаниях Российской империи, вы помните этот манифест 29 апреля 81 года, о нем была посвящена лекция вот за одну от этой, Тверское земство настаивало, никакие как частные, так и общие мероприятия или реформы не могут достигнуть целей, поставленных властью без предварительного рассмотрения этих реформ выборными представителями всей русской земли. Черниговское губернское собрание в своем ответном адресе на манифест 29 апреля Александру Третьему заявляло, что истина самодержавной власти сделается осязательнее и очевиднее для всего нашего Отечества, когда ты, государь, войдешь в непосредственное общение с землей через излюбленных людей и я. Как вы понимаете, излюбленные люди – это те, кто выбраны. Те, кто выбраны, излюблены не царем, а излюблены народом. Выбраны народом. Значит, опять же, идея парламентского представительства. Новогородское губернское земское управа, то есть исполнительный орган новогородского земства, указывало, земство при настоящих условиях своей деятельности не может принять участие в борьбе правительства с противообщественными элементами. Так как вопрос о тех условиях, при которых общество может оказать правительству желаемое содействие, безусловно, необходимое для достижения народного благоденствия, может получить правильное разрешение лишь при участии в его рассмотрении уполномоченных от земских учреждений, выбранных земством специально для этой цели. Череповецкое уездное земство, тогда Череповецкий уезд был в составе новогородской губернии. Преобразование местных учреждений возможно лишь тогда, когда земством предоставят не только право дать свои отдельные письменные заключения, но когда представители всех земств получат возможность объединять и согласовывать заключения. Если окончательная разработка этого вопроса будет возложена на бюрократические органы правительства, то весьма вероятно, что внимание будет обращено на те из решений, которые ближе подходят к видам и взглядам этих органов, чем большинства земств. так что вы видите, что земства, дворянские собрания настроены в значительной степени очень решительно за продолжение реформы вот в эти первые месяцы после убийства царя. Настроены на то, чтобы был созван парламент или собор земский без права решающего голоса, но с правом совещательного голоса, или, по крайней мере, были привлечены избранные земством представители для участия в Государственном Совете, как предполагалось в том документе, который успел за два часа до гибели подписать Александр II. То есть русская образованная и, я бы сказал, общественная активная часть населения, она вся была за самоуправление, она еще вся была настроена на то, чтобы продолжать развивать фактически идеи конституционализма и конституционного ограничения абсолютизма. Да, слово самодержавие употреблялось, но оно имело другой смысл. Оно, кстати, было употреблено и в основных законах апреля 1906 года. И, как объясняли тогда юристы, самодержавные это в том смысле, что независимые, не вассальные от кого-то, а это предельная власть. Россия ни от кого не вассальная, это независимое государство. Ее глава это монарх, он в этом смысле самодержавный. Но народ имеет право не только мнение, ну, в 1906 году, но и решение относительно своей судьбы, налогов, относительно наблюдений за действиями министров и так далее. И вот все это уже здесь в 1981 году, когда как раз власть, взяв курс на абсолютизм, спровоцировала собрания, земские собрания высказаться, мы видим, что земские собрания высказываются в пользу представительства. То есть русское культурное общество за парламентаризм, за конституцию, против авторитаризма, против самодержавия вот в этом политическом смысле слова, когда абсолютная монархия ничем не ограничена. Киевский профессор Драгоманов, 1976 года, живший за границей, начал издавать журнал «Вольное слово» за границей в Галиции, придав ему характер земского рупора с теми же самыми предложениями и даже требованиями. Интересно, что 10 марта 1981 года в руках у правительства оказалось послание народной воли. Уже после убийства государя, уже после заседания в Зимнем дворце, на котором победила воля Поведоносцева, о том, чтобы не продолжать вот эту политику народного представительства в России, после этого 10 марта в почтовом ящике, в одном из почтовых ящиков Зимнего дворца было найдено послание народной воли, и они же были найдены во многих местах Петербурга. Это была некая некий документ, некая листовка, которую распространили достаточно широко, тиражом несколько тысяч экземпляров. Как потом оказалось, писал ее известный такой деятель народной воли, а потом ренегат, который перешел на сторону правительства и стал крайним правым, это Лев Александрович Тихомиров. Вот в это послание, оно было написано как ультиматум, было написано «Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка». Чтобы этого не произошло, надо созвать представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями. Полный текст довольно большого ультиматума вы можете найти в издании «Революционное народничество» 70-х годов 19 века страница 173-174. В ответ власть принимает администрация графа Игнатьева принимает положение о меры к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия. Это решение, это указание Игнатьева, циркуляр Игнатьева, он был оформлен как закон 14 августа 1981 года. В соответствии с данным положением та или иная местность империи могла быть объявлена на исключительном положении, которое позволяло административно-полицейским органам издавать особые постановления. Нарушение таких постановлений каралось административным путем арестом до трех месяцев или штрафом до 500 рублей при усиленной охране и до 3000 рублей при охране чрезвычайной. Местным властям предоставлялось право высылать из подведомственных им районов нежелательных лиц, закрывать торгово-промышленные предприятия, учебные заведения и органы печати, приостанавливать деятельность земских собраний и городских дум, передавать судебные дела на рассмотрение военного суда. При чрезвычайной охране власти получали также право секвестра недвижимости и наложения ареста на движимое имущество. При Министерстве внутренних дел было образовано особое совещание, которое могло без всякого суда ссылать любое лицо сроком до 5 лет в отдаленные места империи. То есть ответом на этот подъем конституционных настроений был по указанию императора, потому что это был закон, подписанный императором, была принята репрессивная система, репрессивная система, которая, опять же же, временные правила, которая сохранялась до конца существования Российской империи. Закон 14 августа 81 года, введенный как временные меры, периодически продлевался и просуществовал до февраля 17 года. Что говорит этот закон? Что любой человек в этих местах, которые объявлены на особом положении, а на особом положении было объявлено тогда или в то или иное время большая часть территории России, мог ссылаться, его имущество могло секвестироваться, отбираться, учебные заведения могли закрываться, внутреннее самоуправление, то есть земские учреждения могли распускаться, учебные заведения, где были какие-то беспорядки, или как считали власти, они могли бы быть, могли закрываться, то есть фактически абсолютный произвол. Как написал французский историк того времени Анатолий Леруа Болье, положение предоставляет администрации России права, которые принадлежат главнокомандующему во вражеской стране, то есть главнокомандующему оккупационной армии. Характерная особенность русской жизни, к сожалению. Но мало этого, 12 марта 1981 года в России была создана правая конспиративная организация для охраны особой царя и противодействия революционному террору под названием «Священная дружина». О создании этой организации ходили слухи. Более или менее чётко мы о ней узнали из воспоминаний Сергея Юрьевича Витты, который был её активным участником. Сергей Юрьевич Витты представляет себя, так уж это или нет мы не знаем, как это сравнить не с чем пока, чуть ли не инициатором создания этой организации. Узнав об убийстве Александра II террористами, Витты пишет в северную столицу своему дяде, печально известному генералу и крайнему русскому националисту Ростиславу Андреевичу Фадееву. Он дядя Сергея Юрьевича Витты и, кстати говоря, Елены Петровны Блаватской, которая с Витты двоюродная сестра и брат. Вы помните, что Блаватская это знаменитая Теосовка, всемирно известная Теосовка. И вот Сергей Юрьевич Витты пишет Фадееву и подает своему дяде идею о создании сообщества порядочных людей, как он пишет, для охраны императора и борьбы с анархистами их же методами. Фадеев подхватывает эту идею и через графа Илариона Ивановича Воронцова Дашкова передал письмо своего племянника царю Александру III. Непосредственными руководителями конспиративной организации придворной аристократии в середине марта 1981 года стали Павел Петрович Шувалов, граф Воронцов Дашков Иларион Иванович, московский генерал-губернатор Владимир Андреевич Долгоруков, начальник гвардейского штаба Александр Алексеевич Бобринский граф, Князь Александр Григорьевич Щербатов и Павел Павлович Демидов, который известен как князь Сандонат В эту же организацию вошел и Борис Владимирович Тюрмер, который еще успел побыть премьер-министром в последние годы, последние месяцы даже императорского режима. Возможно, но это мы не знаем точно, членами этой дружины были Победоносцев Игнатьев Михаил Николаевич Островский заместитель министра внутренних дел, великие князья Владимир и Алексей Александрович. Тогда же, как пишет Витте, в столице на Фонтанке в доме графа Шувалова он, Витте, принес присягу в верности этому сообществу и был назначен главным правителем дружины в Киевском районе, то есть на Украине. Витте прилежно исполнял обязанности, возложенные на него дружиной. Сколь мы сейчас знаем, в списках священной дружины находилось тогда 729 человек и до 15 тысяч у нее было добровольных помощников. На это отпускались большие деньги. Распускались слухи, что на эту священную дружину дают деньги еврейские банкиры. Так это или не так, сами понимаете, деньги это самая деликатная вещь, возможно это ложь, но не исключено, что это и правда. С другой стороны, деньги явно давал сам император Александр III. Были созданы отделения священной дружины в Харькове, Киеве, Нижнем Новгороде, в Самарском отделении молодым участником священной дружины был Петр Аркадьевич Столыпин, тогда, в 81-м году, еще совсем молодой человек. В Женеве, как средство дискредитации революции, на деньги священной дружины издавались газеты «Правда» и «Вольное», то самое «Вольное слово». Возможно, и Земский союз поддерживался из денег священной дружины. Но эта дружина дискредитировала себя, полиция стала жаловаться, что эти дружинники, они мешают работе полиции, охране государя, что они во все вмешиваются, используя свои придворные связи, и в итоге дружина прекратила свое существование, была распущена 1 января 83-го года. Но относительно таких организаций, дорогие друзья, никогда нельзя сказать этот официальный распуск. Это правда или это ширма для публики, а на самом деле эта дружина продолжала свою деятельность, как некая политическая квази-масонская ложа. Этого мы не знаем, вообще этой священной дружине довольно мало известно, но факт ее существования абсолютно четко нам известен, поэтому он из нескольких источников вытекает, не только из воспоминаний Витте, но и какой-нибудь Витте довольно честный человек, он вряд ли бы врал бы от а до я, то есть, как у нас говорят, на голубом глазу. Так что такая организация русскими аристократами и русскими правами была создана, но, видимо, она большого успеха все же не имела. Совершенно особое место вот в этом коротком расцвете и правых и конституционных настроений, который наступил после гибели Александра Второго и до однозначного взятия курса власти на охранительство и консерватизм, совершенно особое место занял известный генерал Михаил Дмитрий Скобелев. Молодой генерал 43-го года рождения, мы о нем уже с вами говорили, когда говорили о завоевании Средней Азии, о Текинском походе, о завоевании Туркмении и завоевании Ташкента и Самарканда, и, конечно же, говорили о нем, когда речь шла о войне 1977-1978 года против Турции на Балканах, где Скобелев был главным, можно сказать, героем, его называли белый генерал, потому что он, как правило, появлялся на белом коне, на поле боя, в белом мундире, это был такой удивительный человек, человек, который был генералом в третьем поколении, его отец и его дед Иван Никитич Скобелев, они были генералами русской армии, причем Иван Никитич потерял, по-моему, руку во время кампании Наполеоновской и был назначен уже Николаем Первым комендантом Петропавловской крепости. Но Иван Никитич, то есть дед Скобелева, нашего Михаила Дмитриевича Скобелева, он происходил из однодворцев, его отец был однодворцем, Вы помните, что однодворцы это лично свободные люди, которые помещались на землю, им давали в личную собственность землю, они могли покупать крепостных крестьян, но они не имели дворянского титула. Это бы обычно такая военная охрана приграничья. И вот собственно к этой военной недворянской охране приграничья относились и предки Михаила Дмитриевича Скобелева, то есть у него было такое еще какие-то остатки народного понимания жизни, он не был из потомственного дворянства, собственно говоря, как и многие выдающиеся люди России, как тот же Спиланский, например, они не были потомственными дворянами тогда, но потом Скобелев уже естественно был дворянином не в первом поколении, поскольку и отец, и дед были дворянами, и уже отец его входил в высшее общество, аристократическое общество, а мать Михаила Дмитриевича Скобелева, Ольга Николаевна, она предложила максимум усилий, чтобы породниться с высшей аристократией, и Михаил был единственным сыном из четырёх детей Дмитрия Скобелева и Ольги Николаевны, и вот всех трёх дочерей Ольга Николаевна выдала замуж за аристократов, в том числе младшую дочь Зинаиду за Евгения Максимилиановича, герцога Лехтенбергского, это второй брак был Евгения Максимилиановича, и через это породнилась с императорским домом. Правда, Зинаида Скобелева была женщиной легкомысленной, вот, и она продолжала вот этот карьерный рост за счёт, как говорится, своих женских успехов, стала любовницей брата Александра Третьего, Алексея Александровича, но это был большой скандал, как и счастье это не принесло, она умерла от рака горла, в конечном счёте. Но, как бы там ни было, Скобелев был уже Михаил Дмитриевич, молодой и амбициозный человек, его не любили, никогда не любили его соученики по военному училищу, считали его выскочкой, вруном, кстати говоря, но в то же время не отрицали его блестящих талантов в науках и его невероятной храбрости. В 32 года за среднеазиатский поход он получил первое генеральское звание генерала-майора и Георгиевский крест третьей степени. Когда он блестяще сражался на Балканах, его мать Ольга Николаевна убеждала сына стать как минимум губернатором южного славянства или даже царем объединенного сербско-болгарского православного славянского царства. Вообще Ольга Николаевна была невероятно амбициозной женщиной, сама далеко не безупречная в личном плане, делавшая карьеру, как и ее дочь, всеми возможными средствами, но она тоже, к сожалению, закончила плохо, она собирала деньги на армию и с большими деньгами ехала в карете в Болгарии и близ Филипополя, Филипополя от нынешней Пловдев, у селения Черпан 6 июля 1980 года была зарублена разбойниками и ограблена. Этим разбойником оказался никто иной, как ординарец Скобелева, русский поручик Узатис, который знал, был вхож в дом, знал, что Ольга Николаевна везет деньги, что называется, и решил ее ограбить. Он зарубил ее, ее камеристку, ее слугу, убежал их телохранитель, унтер-офицер, рассказала случившимся, Узатиса задержали, при задержании он застрелился, но дело было сделано. Скобелев, кстати, очень любил мать, рыдал как дитя, когда он во время своего тыкинского похода узнал о гибели, такой ужасной гибели своей матери. Начальником штаба Скобелева во время балканской кампании 1977-1978 года был генерал Куропаткин, будущий военный министр и главнокомандующий русской армии, неудачно главнокомандующий в русско-японскую войну. В своих воспоминаниях «70 лет моей жизни», недавно изданных по рукописи, он пишет, у него специальная глава о Скобелеве, причём, видимо, сначала он хотел ее дать намного более полно, он написал такое вот в предисловии к этой главе раздел будет Скобелев как государственный деятель, Скобелев как вождь народа, смерть Скобелева, но потом о вожде народа и о смерти написал буквально две фразы, видимо, решил в последний момент из рукописи всё это вытянуть и уничтожить. И мы сейчас поймём почему. Поэтому об этом периоде, вот в периоде последнем, когда Скобелев вождь народа, мы из воспоминаний Куропаткина ничего не узнаем, а вот о его военных успехах узнаем очень много, и Куропаткин, в общем, не скрывает слабостей своего героя, хотя всегда оговаривают, что это не самое главное, он был буквально влюблён в Скобелева и не скрывал этого. Вот что он пишет. Скобелев обладал в высокой степени таинственным даром влиять на массу, подчинять её своей власти и внушать ей к себе стихийную любовь и доверие. Этим высоким даром Скобелев и выделялся из ряда обыкновенных военачальников. Этот дар и был главным образом причиной его необычайной популярности. Только благодаря такому дару появление Скобелева даже в самые тяжёлые минуты боя не оставалось незамеченным войсками. Отступающие возвращались, лежавшие вставали и шли за ним на смерть. Его громкое «Вперёд, ребята!» придавало всем новые силы. Приближённые Скобелева чувствовали к нему часто обожание, были влюблены в него и каждая из молодёжи, собранная им около себя, не задумываясь, отдал бы за него жизнь свою. Таким феерическим последним успехом военным Скобелева было взятие Геоктепе, крепости, которую обороняли туркмены и обороняли невероятно мужественно. После многомесячной осады 12 января 1881 года Геоктепе была взята Скобелевым. После этого он получил Георгиевский крест второй степени и он получил звание генерала от инфантерии. Вот этот высочайший подъём, успех, популярность в войсках, популярность в публике, его боготворил народ, называли белым генералом, его боготворили на Балканах, сербы, болгары, и многие предлагали ему стать монархом или правителем Балкан, начали абсолютно кружить голову Скобелеву, который, как и Куропаткин признаёт, и другие, сейчас мы увидим отзывы о нём, и Милютина, его начальника, министра военного, они стали кружить ему совершенно голову, он был властолюбив, он любил выпить, он любил женщин, брак его был неудачен и скоропалителен, но оргии это была одна из частей его жизни, и он стал заниматься политикой, решив оседлать, понимаете, политики все отличаются, делятся на две группы, одни это те, кто видят, убеждены в том, что что-то надо сделать в стране, чтобы стране жилось лучше, и даже если эти непопулярные идеи, они их проповедуют, объясняют, с ними выступают, с ними идут на выборы, понимая, что могут потерпеть неудачу, это настоящие политики, даже если их взгляды ошибочны, это настоящие политики, но есть и политики популисты, политиканы, которые пытаются подладиться под настроение толпы, которые говорят не то, что нужно, а то, что хотят от них услышать, но так же, как врач, который говорит пациенту не то, что надо, прописывать не то лечение, какое нужно, а говорит ему то, что он хотел бы услышать, что ему было бы приятно, лечение, которое ему доставило бы удовольствие, такой врач никуда не годен, и политикан, который говорит народу то, что народ хочет от него слышать, чтобы получить голоса, чтобы прийти к власти, как Ленин говорил, земля крестьянам, хлеб голодным, мир народам, в итоге не дал ничего. Вот, собственно говоря, к сожалению, замечательный генерал, как политик, он оказался вот таким же. Бунга вспоминает, кстати, на этом заседании по еврейскому вопросу, что один молодой генерал, безусловно, он имеет в виду Скобелева, говорил, что нам вообще не нужны капиталы, мы можем разделаться с нашими капиталистами, Россия сильна другим. Ну, он-то говорит как раз все и с тем, что вот Ротшильды нам перестали давать деньги, перестали покупать русские ценные бумаги, но мы же не пойдем по пути Скобелева, что нам не нужны капиталы, как без капиталов строить жизнь страны и даже ее оборону, даже ее безопасность. Вот, но характерны эти заявления. Скобелев решил оседлать, наверное, даже искренне, я думаю, искренне, потому что он сам таков был, но очень модные идеи, это идеи русского национализма и панславизма. Он, может быть, был одним из первых лошатых лозунга «Россия для русских». То есть, Россия, в первую очередь, для русских людей, а потом уже для инородцев. Вот для него коренные и пришлые это знакомые слова, как и для графа Игнатьева, но никак для того же Бунге, для того же Милютина, для того же Сольского, для которых все граждане России равны. Генерал Скобелев открыто поддержал Ларис Меликова и иных реформаторов вот в этот период, судьбоносный период начала 1981 года. Он был сторонником Конституции, и даже в народе ходили слухи, опять же, их ничем подтвердить нельзя, но слухи, как говорится, есть слухи, и абсолютно дыма без огня не бывает, что он замышлял арестовать Александра Третьего и заставить его подписать тот указ, который подписал его отец накануне гибели, и тем самым открыть путь конституционализма в России. Он, кстати говоря, был сторонником болгарской конституции, тоже и сербской, активно поддерживал эти идеи конституционализма на Балканах, и, как мы видим, конституция была так популярна, что если даже Скобелев и не думал сам арестовывать Александра Александровича, то народ предполагал, что ради конституции популярнейший белый генерал пойдет на это. 12 января 1982 года на празднование годовщины взятия Геоктп и фактически завершение войны в Средней Азии Скобелев произнес в Москве речь, в которой выступил против угнетения зарубежного славянства в Австрии в первую очередь и отчасти в Германии, где, как вы помните, было лужицкое славянство и часть поляков, западная часть поляков. Это его речь в Москве, она была принята с восторгом русской молодежью, русским московским обществе, насквозь славянизированным и националистичным, в духе Ивана Аксакова, но она вызвала крайнее раздражение в Германии и Австрии. После этих речей Скобелев попросился в отпуск, он говорит, что он измучен этими компаниями, походами, балканским, туркменским, тыкинским походом, и он просит разрешения поехать за границу и отдохнуть, его отпустили. Приехав в Париж, он там обратился к встрече тоже с тем, что славянство и германство, они исконные враги, и Франции надо выбрать свое место, с кем ей быть, с немцами или с русскими, со славянами, но с немцами быть, это значит признать поражение войны 1870 года, отказаться от Эльзаса, значит, Франции надо быть с русскими, он, конечно, в некотором роде раскрыл в этой речи, он-то был человек очень умный, ту геополитическую конструкцию, которая вскоре заставит Александра III подписать соглашение с Францией и стать союзником Франции и отойти от союза с Германией и Австрией. Об этом будем говорить вскоре и специально, но сказанное публично, да еще с такими лихими, задорными наскоками на германизм, эта речь в то время, в 1982 году, в начале 1982 года, была, конечно, совершенно контрпродуктивна для России, для русского МИДа, и Скобелев был отозван в России, его отпуск был прекращен, но он успел получить благодарственный адрес от сербских студентов, которые учились в Париже, сербы ему устроили овацию, в общем, на него надеялись, как на будущего правителя, может быть, Балкан, может быть, и Балкан, и России, а в европейской прессе это выразился жуткий скандал, и германский император по поводу этой речи сказал, «у моего племянника больше нет армии». Вы помните, что императором Германии тогда был Вильгельм, который был братом супруги Александра II, поэтому Александр III его племянник, и он сказал, что у моего племянника больше нет армии. Что он имел в виду? Он имел в виду не то, что армия распалась, исчезла, этого не следовало из выступлений Скобелева, следовало другое, что теперь армия уже не царская, теперь уже армия Скобелева, теперь уже Скобелев командует Россией, а не Александра III. И если так пойдет дальше, конечно, было провокационное заявление, но если так пойдет дальше, то вместо Александра императора будет генерал Скобелев во главе России, так или иначе, или результат свержения империи, или в результате отстранения императора, задвигания его на второй план и создания некоего военного, военной хунты, скажем так. Дмитрий Милютин, который внимательно следил за деятельностью Скобелевой с огромной опаской, он записывает в своем дневнике, речи его в Петербурге и Париже подняли тревогу в Германии. На самом деле речь была в Москве, но в Петербурге, возможно, он тоже выступал. Речи его в Петербурге и Париже подняли тревогу в Германии и по всей Европе. Быть может, однако же, в известной доле следует приписать эти эксцентрические выходки влиянию неумеренных вакханалий, которым он сильно предавался. Увы. Но боюсь, что не вакханалиях тут дело. Конечно, это были невероятные властные амбиции. Надо заметить, что Победоносцев, который, в общем, очень боялся соперников, тем не менее крайне активно пытался навязать Скобелева императору Александру Третьему. И здесь мы тоже можем задуматься кое о чем. Он же прекрасно знал, что из себя представляет Скобелев, что он, конечно, очень популярен, но и опасен. Как политический человек Победоносцев этого не мог не понимать. Тем не менее в 4 мая 1981 года, вскоре после возвращения Скобелева в Петербург из Геоктп, Победоносцев пишет Александру Третьему, Скобелев должен быть на днях. Я знаю, что он не нравится вашему величеству. Лично я не знаком с ним, но мне кажется, что у него многое наговорили. Вам напрасно. Между тем, Скобелев сила в армии и в народе. Мне думается, что преданное содействие и служение этого человека может еще во многих случаях понадобиться вашему величеству. Смею сказать, пусть этот человек выйдет от вас довольный, с чувством не холодным, а с чувством горячей к вам преданности. По всей видимости, Поведоносов считал, что Скобелев самый популярный человек сейчас в России, после и Балкан, и Туркмении, и популярен и в армии, и в народе. Это же важное очень указание. И что Александр должен его перетянуть на свою сторону. Он должен быть не противником царя, каким он, по слухам, народа был, а сторонником. Хотя Скобелев за Конституцию, за вот этот документ, который подписал Александр Второй о призыве уполномоченных от земств. Тем не менее, надо его переделать. Ну, как переделать такого амбициозного человека, тем более, имеющего уже практически все? Георгия Второй степени, генерала от инфантерии, что можно ему еще дать? Он сам мечтает стать фельдмаршалом, фактически возглавить всю русскую армию. Видимо, об этом думает Победоносцев. Но Александр Третий не пошел этим путем, и здесь не послушался Победоносцева. И Милютин отметил в своем дневнике новый император, выказывавший особое нерасположение к Скобелеву, принял холодно возвратившегося победителя тыкинцев. Так что почему особое нерасположение к Скобелеву? Конечно, это не какое-то иррациональное нерасположение. Александр Третий в нем видел популиста, претендующего на высокую, если не на верховную, власть на Балканах, а то и в России. Он видел в нем реальную опасность и для престола, и для России. В конце концов, вот это стремление стать Бисмарком, стать Беконсфильдом могло вылиться и в такую военную, военный переворот. Александр это видел. Побелоносов это, наверное, тоже видел и надеял, что Александр сможет обласкать Скобелева. Александр, видимо, или не смог, или не захотел этого делать. Как бы там ни было, новый министр военный Вановский, генерал Вановский, он совсем иначе относился к Скобелеву и совсем иначе интерпретировал их отношения с Александром. Наш же хороший знакомый Егор Абрамович перед своем дневнике в записи от 28 февраля 1982 года, то есть как раз уже после знаменитой речи в Москве по поводу годовщины взятия вот этой крепости Туркменской Георгтепе Перец записывает дневник о своей беседе с Мановским. Говорил с Вановским о Скобелеве, ну, со слов Вановского. Государь любит Скобелева и зачувствует истинно национальному его направлению. Очень поддерживает Скобелева Игнатьев. Против него же Гирс Гирс это министр иностранных дел и Бунге министр финансов. Очень опасающиеся, что из-за выхода белого генерала, желающего быть фельдмаршалом, не вышло политических осложнений, а может быть и войны. При здравом смысле и твердости государя, искренне желающего мира, Бог даст, все обойдется. То есть мы видим, что в конце февраля 82-го года вроде бы государь относится к Скобелеву уже положительно, сочувствует его националистическим взглядам, что-то изменилось, он же не видит в нем соперника, но министры иностранных дел, министры финансов, они очень боятся Скобелева, потому что война, обострение международного положения пагубно для России, безусловно, в высшей степени. И это совершенно не нужно, тем более, что белый генерал, мечтающий стать фельдмаршалом и победителем немцев, а, может им проиграть, как бы он не был талантлив, знаете, против немецкой военной машины сражаться не так легко, б, может погубить русскую экономику и массу людей, ну и в случае победы не удовольствоваться званием фельдмаршала, а захотеть звание правителя России. И вот 25 июня по старому стилю, 7 июля по новому стилю 1982 года, уже после отставки Игнатьева, уже при правительстве Дмитрия Андреевича Толстого, Скобелев скоропостижно умирает. Еще за день до смерти, буквально накануне, он заходит в издание одной из газет московских, это московские новости, он приносит какие-то письма, которые хочет отдать на хоронение, потому что мало ли, что с ним может случиться, а вообще он собирается ехать в свое имение, где только что похоронена его мать, до этого похоронен его отец, за два года до этого умерший, и он везет туда иконы, заказанные, ну, их иконы, Дмитрия и Великой княгине Ольги, и вот он встречается с людьми, беседует, все отмечают, что он очень грустен, очень мрачен, непонятно, что происходит, и вдруг ночью зовет полицейских, известная как Кокотка, то есть, такая проститутка для высшего света, Шарлотта Альтенрос, которая жила в гостинице Англия, угол Столешникова и Петровки в Москве, зовет полицию, что у нее умер какой-то русский офицер, этот русский офицер оказался Скобелевым, умер он после оргии в публичном доме в постели Кокотки, понятно, это печальное событие, позорное событие, о котором, естественно, многие пытались не говорить, замалчивать его, тот же Куропаткин об этом ни слова не пишет, когда обещал написать о смерти Скобелева, а по России поползли слухи, что он был или отравлен этой шарлоттой Альтен Роуз, которая была австрийская подданная, поскольку он был против немцев, или же отравили его полицейские агенты, а то и сама священная дружина. Как бы там ни было, Победоносцев тут же отреагировал на это событие. Накануне ему царь передал какую-то записку Скобелева с какими-то его предложениями и мыслями, и Победоносцев собирался встретиться со Скобелевым и обсудить в ближайшие дни содержание этой записки. Я не знаю, что это за записка, но пока он читал эту записку, пришло известие о гибели Скобелева. Победоносцев пишет в письме от 306 Александру Третьеву. «Сегодня в Петербурге внезапно поразила меня весть о кончине Скобелева. Все точно расшеломлены и ходят, повесив голову. Видно, Бог прогневался на нас, что отнимает у нас лучших людей, одного за другим, людей с головою и сердцем. Враги наши будут рады, что Скобелева нет. Это было военное имя. Это было ручательство, что в случае войны будет кому командовать и вести полки к победе». Вот реакция Победоносцева. А Милютин, узнав о смерти Скобелева, записал 26 июня. «Можно пожалеть о преждевременной смерти Скобелева. Он был еще молод, кипел жаждой деятельности и честолюбием, обладал несомненно блистательными боевыми качествами, хотя и нельзя сочувствовать ему как человеку. У него честолюбие преобладало над всеми прочими свойствами ума и сердца, настолько, что для достижения своих честолюбивых целей он считал все средства и пути позволительными, в чем признавался сам с некоторым цинизмом». Милютин был его прямым начальником, только что до отставки. Милютин вспоминает, что в 1970-м году, когда еще Скобелев только-только проявил себя в Средней Азии, генерал, под началом которого он, Скобелев, сражался в Средней Азии, Константин Петрович Кауфман, пишет о ротмистри Скобелеве. «Вообще человек способный, но недовольный еще аккуратный, непомерное честолюбие, желание выскочить, отличиться от других, побуждают его смотреть снисходительно на средства. Неправдой он даже похваляется. Товарищи ненавидят его». Недавно, в 2004 году, Ольховский опубликовал в военно-историческом журнале статью «Загадка смерти белого генерала», в которой опять встают эти старые рассказы о том, что он был убит. Я помню, мне отец еще в дни моей юности говорил, что есть слухи, что Скобелева убили по приказанию царя или по приказанию Победоносова, но по всей видимости это все не так, конечно. Но сам по себе образ Скобелева это очень характерный образ того времени. Мы видели уже графа Игнатьева, который стремился стать новым Бисмарком. Мы видели уже Победоносова, который, по сути говоря, и стал русским Бисмарком. Вот таким новым человеком в России хотел стать и талантливый, но циничный, беспринципный генерал от инфантерии Скобелев. Это было время, когда абсолютная монархия, безусловно, уже полностью обанкротилась, а у нее не было никакого будущего. Это чувствовали тысячи и тысячи честных земцев, чувствовали министры Александра Второго, я думаю, даже чувствовал сам Александр Второй, который хотел вообще отречься от престола и своей новой женой уехать как частное лицо жить в Европу. Но это чувствовали и те, кто держались за эту монархию двумя руками. Игнатьев, Победоносцев, в какой-то степени и Скобелев. Они чувствовали и в то же время они понимали, что уже не монархи должны править, а следует править от имени монарха. То есть, мы видим полное, тотальное, внутреннее фиаско монархической системы со всех сторон и стремление кому-то занять это место. Для одних, для земцев, для Ларис Меликова это был парламент, это была правильная парламентская конституционная монархия. Для других это была такая незаконная авторитарная структура типа Бисмарковской Германии. Для третьих это была откровенная диктатура военного вождя. Видимо, так мыслил себя белый генерал Скобелев. В итоге, как известно, Россия прошла очень быстро через все промежуточные стадии и стала именно такой даже не военной, а я бы сказал такой бандитской тирании большевистского толка. Что же касается самого Скобелева, то его память, которая очень чтилась до революции, в Москве ему был поставлен памятник, напротив дома генерал-губернатора, там, где сейчас стоит памятник Юрию Долгорукому. То есть, народ его крайне чтил, этот памятник был воздвигнут во многом на народные деньги, в раннее большевистское время памятник был свергнут, Скобелев был объявлен поработителем народов в Средней Азии, и его имя было полностью вымрано, заброшено, и долго-долго о нем никто не вспоминал. Правда, в 1962 году заброшенная могила полководца и его родителей в родовом имении Скобелевых, селе Спасское Ряжетского уезда Рязанской губернии, ныне Заборово, Александр-Невский район Рязанской области, была обнесена оградой, чтобы свиньи на ней не паслись. В год 160-летия Скобелева, 28 сентября 2003 года, был открыт мемориальный комплекс, в который включал в себя Спасскую церковь, бронзовый бюст Скобелева на площади, названный его именем, музей, посвященный семье Скобелевых в селе Заборово. Память великого полководца и одного из великих политических авантюристов России, можно сказать, сейчас полностью восстановлена, но для нас он очень дорог, как характерный образ русского общества эпохи перехода от великих реформ к контрреформам. Субтитры создавал DimaTorzok